В Минводах завершился международный форум-выставка, в котором Карачаево-Черкесия в числе 50 регионов приняла участие. Об этом в своем официальном телеграм-канале написал глава республики Рашид Темрезов. Карачаево-Черкесия, где промышленно стабильно показывают уверенный рост, представила 10 предприятий региона, среди которых РТИ, Кавказцемент, Хабисгипс, Каскад, Халатмаш и другие. Экспозиция привлекла большое внимание как участников, так и посетителей форума, строительные материалы, изделия легкой промышленности, образцы оборудования и комплектующих. Все это демонстрирует разнообразие нашего рынка и огромный потенциал, отметил глава республики. В этом году Отечественная служба криминалистики отмечает 70-летие своего создания. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили вручением отличившимся в работе сотрудникам ведомства наград и благодарности. На мероприятие побывал наш корреспондент Артур Мхце. Хасан Асланов работает в системе следствия с 1997 года. Начинал с должности старшего следователя в прокуратуре Карачаевска. Позднее трудился в районных и городском отделах ведомства. Занимался расследованием особо важных дел. В 2011 году был приглашен в только что преобразованный Следственный комитет. Если образно сказать, старший брат следователя или сейчас, как модно стало говорить, спецназ следствия, если вы слышали. Но спецназ означает не в масках и физическое какое-то сопровождение, а именно сопровождение следствия в плане опыта, методических каких-то наработок, обучения тех же молодых следователей навыкам следственной работы. По сути, криминалист – это следователь, имеющий за плечами огромный опыт работы, человек, который знает в службе практически все нюансы и готов быть наставником для молодых сотрудников ведомства. Оказывает им в том числе методическую помощь. Зачастую именно следователь-криминалист оказывается на месте преступления одним из первых. Направление работы криминалистики, как службы, это раскрытие преступлений прошлых лет, одно из главных направлений. Значит, криминалистическое сопровождение предварительного следствия, именно преступлений тяжких, особо тяжких, против личности, совершенной против личности. Ну и другие направления – это методическое оказание методической помощи следователю. На наиболее сложные преступления выезжает следователь-криминалист, где на месте оказывает практическую помощь следователю. В сборе доказательств, фиксации доказательств, а также оказывает методическую практическую помощь в дальнейшем при расследовании данных уголовных дел. В этом году Отечественная криминалистическая служба празднует 70-летие своего образования. В региональном управлении Следственного комитета юбилей отметили торжественным мероприятием. С момента создания криминалистических подразделений органов Следственного комитета Российской Федерации стремительно развивались. И за прошедшие годы доказали свою значимость в работе ведомства. Следователи-криминалисты эффективно выполняют поставленные перед ними задачи по указанию практической помощи следователям при сборе и фиксации доказательной базы, раскрытию преступлений прошлых лет и внедрению новых методик ведения следствия. Отличившиеся в работе сотрудники криминалистической службы были удостоены ведомственных наград и благодарственных писем. Артур Махцемиха Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. За третий квартал этого года Карачаево-Черкесия экспортировала 736 тонн молочной продукции, сливочное масло, айран и кефир. Контролировали весь процесс отправки Северокавказское межрегиональное управление Россельхознадзора. Они досмотрели 137 партий. Сегодня состоялась очередная отгрузка экспорта. На что обращают внимание специалисты в ходе досмотра, расскажет Альбина Ламкова. Высокие поставки молочки из республики – результат хорошего качества наших продуктов. Оно достигается благодаря использованию современных технологий, тщательному контролю на каждом этапе производства и профессионализму сотрудников компании. Еще наши производители выполняют обязательства в срок, что не может сказаться в крепости партнерских отношений. Стараемся и будем стараться дальше улучшать свою работу. Какая молочная продукция пользуется наибольшей популярностью у стран-экспортеров? Вы знаете, у каждого региона есть свои предпочтения и также присутствует сезонность. В летнее время кисломолочная продукция пользуется огромным спросом в любой стране, можно так сказать, в России в том числе. Если отранжировать продукцию, тогда кисломолочная продукция, сметана. Рассматриваемая отрасль – достаточно активное изменение. В ней происходят почти каждый день. Вводятся новые правила и требования. Им нужно строго придерживаться, сказал Радмир Джабабов. Это в первую очередь точность работы в холодильной камере. Для молочной продукции нужно строго поддерживать температурный режим, а также влажность и уровень освещения. Над каждой партией молочки есть определенные QR-коды. Это не знак честного знака. Это определенные штрихи. В них содержатся необходимые параметры. Фактически, автоматизация производства в компании позволяет минимизировать ошибки в документах, сократить время обработки заказов – от получения продукции до формирования юридически значимых документов. В таком случае недопонимания с клиентами нет. Все по заявке и на 100%. Представляете, все приходилось в ручном режиме высматривать дату, высчитывать количество. А тут ты на экране все увидел, нашел, что нужно, выкатил, забрал. Процедура поставки экспорта налажена и с надзорными органами. Так как предприниматели в этом направлении работают четко, без заминок. На каждую отгрузку готовят необходимые пакеты документов. Заявку подают в электронном виде. Затем специалисты Северо-Кавказского межрегионального управления Росельхознадзора по Корчаево-Черкесии проводят досмотр отгружаемого товара. Уже в этом году за третий квартал было отправлено 736 тонн молочной продукции. Эксперты внимательно проводят работу, так как качество продукта – это визитная карточка нашего региона, которая помогает завоевывать доверие и признание на международных рынках, отмечают специалисты. Основными экспортерами у нас являются Абхазия, Азербайджан и Казахстан. Но самый большой объем продукции уходит у нас в республику Абхазия. За 2024 год было досмотрено 319 партий и 1622 тонны молочной продукции, которая была отправлена на экспорт. Аюбка Блахова отметил, что объем экспорта молочной продукции из Корчаева-Черкесии в этом году вырос на 1,2% по сравнению с показателями 2023 года. На этом этапе что вы проверяете? Дату выработки, сроки годности, этикетка. Все в порядке? Конечно. Замечаний нет. В ходе досмотра груза и транспортного средства нарушения не выявили. На каждую партию был предоставлен полный пакет документов, подтверждающих качество и безопасность ветеринарного груза. Весь объем соответствовал требованиям технических регламентов Таможенного союза и ветеринарно-санитарным требованиям стран импортеров. И уже завтра жители соседей страны смогут насладиться вкусом наших молочных продуктов. Альбина Ламкова, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия, Адыгхабльский район. Сейчас прогноз погоды, а после мы продолжим выпуск. Не переключайтесь. В Карачаево-Черкесии облачно днем с прояснениями, ночью местами небольшие осадки, дождь и мокрый снег. Днем преимущественно без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура ночью минус 3 плюс 2, в горах до 9 градусов мороза, а днем до 11 тепла. Местами минус 1 плюс 4, а в горах на дорогах местами гололедицам. В Черкесске облачно днем с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью минус 1 плюс 1, а днем 9-11 градусов тепла. Надежный тыл – основа крепкого фронта. В Черкесске наградили волонтеров специальной военной операцией из городов и районов Карачаева-Черкесии. Добровольцам выразили благодарность за их труд и выручили почетные грамоты представителей регионального отделения партии «Единая Россия». На церемонии награждения побывал Али Баташев. Как и многие волонтеры Никольского собора Черкеска, Ольга Савенко помогает фронту не только сбором гуманитарной помощи. Она плетет маскировочные сети, занимается изготовлением бескаркасных носилок. Это труд многих людей, объединенных одной целью – помочь нашим ребятам на СВО победить противника и вернуться домой. Потому что сначала закупается спонбонд, это материал для нарезки лент, потом отдельно эти ленты нарезаются. Нам очень хорошо помогают студенты. Это педучилище, педколледж наш. Они помогают в нарезке лент. В скручивании лент помогают даже старушки. Во дворах сидят с пакетиками, с мешочками и скручивают эти ленты в рулончики. При Никольском соборе города Черкеска с самого начала специальной военной операции добровольцы сплотились в одну большую группу. Она называется «Соборяне» и подразделяется еще на несколько групп. То есть девочки, которые плетут сети, они организовали группу сети, непосредственно занимаются такой важной работой. Свято-Сергиевская гимназия, где детки тоже трудятся, они помогают, передают детские письма, угощения солдатам, поддерживают их моральный, духовный такой дух. И все мы являемся одной большой командой. Нас сегодня более 700 человек. Благодарность всем, кто помогает фронту, а также семьям участников СВО, выразил заместитель руководителя отделения партии «Единая Россия» Альберт Зугаев. Это люди самых разных национальностей и конфессий, и число их растет. Кто не может по каким-либо причинам стать волонтером, может оказать финансовую помощь, обратившись в Никольский собор. Добровольцам необходимы средства на закупку средств связи для наших бойцов, материалов для изготовления маскировочных сетей, носилок, окопных свечей и других видов гуманитарной помощи. Тыл, который мы сегодня с вами образуем, помогает всегда фронту. И наше единство поможет нашим ребятам выйти с честью, с победой из этой ситуации. Наталья Черненкова из станицы Зеленчукской – волонтер с двухлетним стажем. Она изготавливает для бойцов сухие супы. Не всегда есть возможность приготовить горячую еду. А наши супы, они легкие в приготовлении, их залил кипятком. И все, они готовы уже. Расскажите, почему это важно помогать фронту? Ну, потому что это общая беда наша. Мы должны быть вместе в это время. Ведь не потому, что ребята там и страдают, и так вот переносят такие тяготы. Мы должны быть рядом с ними. Пусть они чувствуют тепло наше. Виктория Планета – мама бойца, участника СВО из Карачаева-Черкесии. Сын Давид сейчас служит в танковых войсках. А она каждый месяц на протяжении почти двух лет доставляет на передовую гуманитарную помощь из нашей республики. Любая мать на моем месте, я считаю, так поедет. Встреча с сыном. Вот когда я его там увижу, я только этим живу. На пути, когда еду к нему, я лечу. Но когда еду назад, я еду с такой благодарностью тем людям, которые поддерживают меня, ребенка. Я для них, наверное, уже общая мама, честно. Вот у меня там 70 человек, 70 ребят. И когда они кричат, мать приехала, Вика, мама, это знаете, как чего стоит? Это душу разрывает просто. Отец Александр провел небольшую экскурсию по экспозиции музея, посвященной специальной военной операции. Познакомил с украинскими учебниками и военными трофеями, предоставленными участниками спецоперации. Завершилась встреча дружеским чаепитием. Али Баташев, Али Бастанов. Вести Карачаева-Черкесия. Карачаево-Черкесию посетила делегация МВД Республики Абхазия. Они возложили цветы к вечному огню памятнику воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, добровольцам из Карачаева-Черкесии, принявшим участие в войне за независимость Абхазии. Возглавил делегацию министр внутренних дел Абхазии Роберт Киут. В своем выступлении он отметил, что Абхазия помнит об оказанной помощи жителями Кавказа. Затем в офисе общественной организации Абхаза состоялась встреча с представителями абазинской общественности. Приветствовал гостей председатель общественной организации Абхаза Умар Кончев. Я бы хотел поприветствовать делегацию из Абхазии во главе с министром внутренних дел Робертом Витальевичем Киут у нас на нашей земле. Рады всегда видеть наших братьев Абхазов. Абазины Абхазы – это один народ, один этнос, который разделен горами кавказскими. На южном склоне Абхазия – наша родина, на северном склоне Абазаш – это тоже наша родина. Так получилось, что наша делегация была в командировке в Карачаево-Черкесии. Мы предварительно с Умаром обговаривали этот вопрос. И, конечно же, меня лично было очень отрадно сегодня с вами встретиться. В конце концов, история говорит о том, что мы действительно один народ. И где бы мы ни находились, мы должны быть всегда рядом. Наверняка у каждого из вас есть много вопросов разных от тех событий, которые происходят в республике Абхазии. Как состоит обстановка вообще в целом. Я готов поделиться. Мы были в парке славы, возлагали цветы погибшим. Буквально недавно мы праздновали праздник победы, нашей общей победы. И, как говорится, в первую очередь мы чтим память тех людей, которые сложили голову, и тех людей, которые с нами рядом встали. Большой осенний бал стартовал в дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа. И первый праздник прошел в детском саду «Красная шапочка». Дети, родители и воспитатели подготовили красочную программу, а также выставку поделок и угощений из даров осени. На балу у малышей побывала Мадина Каракетова. Нарядные, красивые, немного взволнованные, они ждут начала бала. Все старались, создавая костюмы, готовя праздничные номера, разучивая стихотворения. А в бальном зале, превращенном в осенний лес, детей ждали их любимые сказочные герои. Персонажи сказок развлекали малышей шутками-прибаутками, загадывали загадки, старались запутать и строили настоящие козни, пытаясь выдать себя за королеву осень. Но дети вывели самозванцев на чистую воду. С появлением настоящей королевы осени бал продолжился в нужном порядке, а проказники из сказок стали в нем почетными приглашенными. Осень познакомила своих маленьких гостей с особенностями времени года, и каждого осеннего месяца ее помощники рассказали очень много интересных фактов об осенних погодных явлениях, активно вовлекая детей в познавательные игры и конкурсы. И какой же бал без танцев. А самые маленькие воспитанники детского сада «Красная шапочка» подготовили вкусное фруктово-овощное дефиле. И каждый номер – яркое костюмированное представление. Помимо костюмов, дети и их родители подготовили выставку экспонаты, которые делали своими руками из подручного природного материала, а также выставку угощений из даров осени. Дети рассказывают, что они с нетерпением ждали этот праздник и очень старались. У нас сегодня праздник. У нас сегодня очень весело. Мы пели, танцевали. У нас такие сегодня красивые костюмы. Это помогали воспитатели и мамы, и мы старались. Костюм мне мама шила сама. У нас кто сегодня? Грибочек. Мне понравился праздник. Танец понравился. Я танцевала. Танец с листьями. Нравится мне этот танец. Сильно нравится. Всех поздравляю. Золотое осень. Воспитатели детского сада отмечают огромный вклад родителей в подготовку осеннего бала, всемирную поддержку на каждом этапе. Родители с ребятами подготовили выставку под названием «Осенние фантазии», выставку рисунков под названием «Золотая осень». Родители – наши большие помощники. Вот эти все поделки на выставку сделаны руками родителей. Осенний бал уже стал традиционным в детских дошкольных учреждениях Карачаевска. По мнению представителей городского управления образования, основная цель этого мероприятия – показать детям всю красоту родной природы и научить бережному к ней отношению. А самое главное, такие мероприятия еще теснее объединяют родителей и детей, учат взаимодействие семьи и педагогов в достижении общей цели – дошкольного воспитания ребенка. Такие праздники, посвященные осени, пройдут во всех детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа. Комиссия оценит старания детско-родительско-воспитательских коллективов, выбрав лучший осенний бал. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Такими событиями отмечен этот день. Прямо сейчас смотрите премьеру фильма «Княжда милосердия». Всего доброго и до встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»!